приветствую вас мои дорогие друзья подписчики гости моего канала вышла сегодня на улицу так у нас пасмурно и довольно таки прохладно такая погода небо все в тучах я пошла в магазин хочу для своих кондитерских десертов купить нужно пищевые красители так что пойду посмотрю в лидле не знаю может до кауфланда дойду вот когда погода такая пасмурная нету солнца что-то прям совсем даже нету настроение я не знаю вот как у вас он птички летают высоко вернее низко как бы дождя не было вот ну что все равно в любую погоду конечно хочется прогуляться поэтому я решила подняться и выйти на небольшую прогулочку расходку у меня правда магазин лидл пяти минутах от моего дома ну хотя бы немного прогуляюсь и то хорошо может быть что-то полезное куплю давли для сейчас очень отличная акция на альтернативное молоко поэтому конечно мне это надо актуально так что так или иначе я бы все равно пошла обычно я захожу в лидл с другой стороны а сегодня вот сзади подошла собачки он бегают тут у нас бродячие кстати все щипами вот какая красотка стоит и не двигается ладно пойду в лидл потом покажу вам что купила вышла из лидла пошла в биллу посмотреть может быть там какие-то ягодки есть так хочется уже ягод например клубники уже как-то покупала в общем-то ничего нормально так что хочется здесь у нас такая красота пойду в биллу посмотрю что там есть потому что чё-то мне ничего не понравилось то что в лидле есть из овощей и фруктов но зато я купила там что хотела свое овсяное молоко творог акции так что иду дальше гуляю вот кстати в магазине многие уже в масках боятся наверное что сейчас же какая-то эпидемия кое-что еще подкупила в билле приду домой покажу вам что можно сейчас купить на 1000 рублей на 20 лево так вот пошла другой дорогой сейчас немножко пройдусь погулять у нас тихий спокойный спальный район все по домам сидят а я сейчас пошла вот этой дорогой здесь есть еще один магазин плодовые зеленчуцы овощи и фрукты зайду туда что-то ничего мне не нравится то что в магазинах сейчас продают из фруктов ну хотя кое-что взяла покажу вам потом иду так гуляю вот зеленая травка у нас уже между осенней листвой листвы и он еще полно а вообще конечно на улице так как-то влажно но не холодно плюс 6 но чувствуется как будто бы плюс 2 они 6 виды нашего района по ходу показываю о птички летят может быть уже прилетают у нас вообще много здесь птиц зимой сейчас видимо ну а кажется конечно что весна некоторые домики такие красивые после реконструкции а я машин в каждом дворе столько что вообще хорошо что у нас в медан рудник нет проблем с парковками вот автобус девяточка город поехал ну да видите у нас на парковках даже много свободных места в центре вот попробуй найди себе парковочку так что в этом плане в нашем районе хорошо на улице и вот там совсем никого все по домам сидят воскресенье выходной о автобус какой грязный ну да сейчас дождь прошел и сразу грязно а тут дожди как-то были вот вчера по-моему да дождь был целый день вот еще даже асфальт не просох вот у нас тут пекарня мясарница вот этот плоды из оленчуца кстати говоря в нем тоже кроме мандаринов вот ничего нет ну как и везде сейчас так что прогулялась в общем то яблоки мандарины лимоны груши вот до виноград конечно еще есть ну что пойду наверное все таки зайду раз уже иду мимо посмотрю что тут нет в этом овощном тоже ничего не оказалось так вот я обычно хожу вот по этой дороге а сегодня решила пройтись вот здесь посмотрю куда она меня выведет гуляю ведь все таки он новый дом тут построили уже детский сад так что я иду сейчас вот по новой дороге новыми тропами нехоженными здесь вот детские сады тоже такие большие территория красивая ухоженная в общем иду вдоль детского сада по тропинке по дорожке одна одинешенько никого детская площадка в детском саду я тоже бывший работник детского сада бывших не бывает как говорят на наша работа везде нас найдет я кстати люблю свою работу уже много лет занимаюсь любимым делом но помимо этого вы знаете что у меня есть много разных увлечений других маникюр куклы игрушки и теперь вот еще кондитерское дело так что я человек увлекающийся творческий так а вот это вот я даже не знаю что это такое первый раз здесь иду наверное какое-то училище то школа я вот иду гуляю и думаю не так-то хорошо я знаю свой район обычно ходим одними и теми же тропами а вот пошла другой дорожкой интересно все таки ну да гулять конечно тоже надо любую погоду здесь вот кстати говоря даже ветра нет за домами классно это вот все детский сад вот дорога вывела меня вот к этому вагончику здесь вот так много пишут на стенах хоть даже закрашивают это но вот люди все равно не понимают и пишут конечно мне это не очень нравится да есть минусы болгарии которые мне совсем не нравятся например то что здесь много то что здесь бросают мусор прям под ноги куда ни попадя так вот вышла община бургас мобилен центр за раздельно собирание отходов здесь вот кстати говоря много таких фургончиков стоит даже в каждом районе не по одному я теперь понимаю куда я вышла вот мой дом он вот там вот за этими домами вот туда надо подниматься вот а я с другой стороны от центральной дороги детская площадка о вернее футбольное поле так а что же вот это вот все таки за здание мне прям интересно узнать пойду все таки посмотрю что это такое обойду с другой стороны а вот здесь за футбольной площадкой смотрите там вот вдалеке у нас озеро вот здесь не видно видите вот кстати когда я покупала квартиру мне тоже там в этом районе вот предлагали мы смотрели квартиру в этом районе но уж очень далеко от всех таких больших магазинов поэтому я выбрала то что поближе ну и честно говоря к озерам мне не очень-то хотелось вдруг там комары или еще что-нибудь но вот как-то так да еще и последний этаж был так вот любопытство берет верх я даже очки нацепила но они у меня для дали посмотреть что здесь за здание такое вот вижу так написано училище константин петка ну петка нов а вот здесь вот площадка тренажеры вот подошла поближе константин петка нов баннер написано что здесь а и вот училище графический дизайн тут направление ого как интересно программирование вот вот такое здесь вот училище а это вот вдалеке тут тренажеры занимаются даже на тренажерах ну что ладно пошла уже дальше осваивать свой район чайки поряд прямо над головами кстати говоря у меня вот около окна утром постоянно чайки летают вот молодцы люди занимаются спортом классно вон мальчишки побежали футбол играть тут два поля вот одно а дальше еще есть одно поле ой смотрите как разлетались ой целая стайка полетели 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 вот они футболисты игра началась молодцы опа гол так ну а я сейчас спускаю с горки и мне надо вон туда вот сюда подняться на горку и я дома вот мы с вами и прогулялись приду как обещала сделаю небольшую распаковку того чего я купила в магазине сегодня сколько это все стоит и что можно купить на тысячу рублей сейчас у нас болгарии у нас здесь бургасе везде разлиновка есть велосипедная и велосипедистов ну чтобы удобно было потому что здесь велосипедистов довольно таки много поэтому такие велосипедные дорожки есть повсюду вот мне надо было немножко не туда надо было спуститься вниз так что вернусь пойду вниз сейчас спущусь и пойду уже ближе к дому вот видите велосипедные дорожки я увлеклась показом и зашла не туда вот я наверху была мне надо вот сюда вниз так чтобы выйти к пешеходному переходу я уже дома и сейчас хочу вам показать что купила я примерно на тысячу сто рублей смотрите итак я сегодня побывала в двух магазинах вот у меня чек с лидлом это 15 лево 80 статинок что купила вот собственно за этим я и шла акция была на альтернативное молоко я взяла овсяное а там было разное еще другое но я его брала тоже уже накануне одно берешь а второе идет с большой скидкой по моему полтора лево скидка да где-то так вот так еще была акция очень хороший вот на такой творожок я его тоже люблю он мягкий подходит для сырников тоже взяла вот две упаковочки творожка так взяла еще булочки пырлинки люблю их пять штучек или собственно говоря самая дорогая покупка в лидле это вот такое мороженое захотелось мне мороженого взяла итальянская амаретта и какой-то цветочный крем что ли не знаю в общем буду пробовать итальянское мороженое вот эта фирма мне она очень нравится что-то мороженого мне после болезни захотелось так что попробуем дальше пошла в белу взяла там авокадо по акции немного картошки ну где-то пол килограмма и вот какой-то такой вот сорт мандарины не знаю что за сорт попробую вот и еще смотрите что нашла я на кухне пользуюсь такой кухон кухонская ролка здесь называется вот она у меня вот здесь вот стоит но это такая вот как бумага вместо тряпочек так иногда использую смотрите что нашла сок кофе такая вот какая-то интересненькая в этот раз была кухонская ролка кстати говоря тоже по акции было вот находка самая интересная три с половиной лево она стоила ну в общем собственно говоря вот чек у меня в били на 7 лево грубо говоря и того вся покупка 23 лево и это приблизительно 1150 рублей вот что можно сейчас купить на тысячу у нас в болгарии интересно а что можно на тысячу купить у вас делитесь в комментариях мне будет очень интересно ну а я с вами прощаюсь благодарю всех за просмотр моего видео новички подписывайтесь на мой канал мне будет очень приятно оставляйте комментарии делите своей информацией в комментариях до новых встреч друзья пока пока